Дикая роза – что это за цветок, как называется? Дикая роза – цветок, отличающийся простой формой соцветия, яркими, разнообразными окрасами, оригинальными плодами и пышными кустами. Всем известно, что красота в растоте. И именно под этим лозунгом может выступать нежная дикая роза. Дикая роза – что это за цветок? Второе и наиболее привычное название цветка – шиповник. Всего существует более 75 разновидностей этого кустарника, что не может не удивлять, поскольку большинство людей знают и видели не более 4-5 разновидностей. Ягоды шиповника растений относятся к семейству розовоцветных. Почти все виды обыкновенного шиповника можно встретить во всех регионах страны, с редким исключением. Интересно, по дикой розе можно определять время, поскольку его цветы раскрываются и закрываются почти как по часам. Описание, как выглядит описание дикой розы – жизненная форма куст стеблей, чаще всего зеленого цвета, покрытая множеством мелких шипов. Период цветения длится со второй половины мая и заканчивается в середине лета, плоды созревают в сентябре, цветок простой. С множеством тычинок расцветка зависит от сорта, от белой до ярко-розовой расцветка плодов также разнообразна. Поскольку шиповник – растение однодумное, ему требуется партнер для опыления, иначе плодов не будет. Самоопыление происходит редко, чаще требуется привлечение насекомых-опылителей, которые охотно слетаются на приятный, яркий аромат цветка. Целебные свойства применения в хозяйстве плоды растения обладают целебными свойствами и помогают при простуде, кашле, бронхите. Их можно просто добавлять в чай, заваривать как самостоятельный напиток или варить из них компот, чтобы укрепить иммунитет. Для справки, в ягодах растения содержится огромное количество витамина С. Разновидности дикой розы для выращивания в саду. Кусты дикой розы часто выращивают для украшения дворовых парковых территорий, их рассаживают в качестве живых изгородей на садовых участках. Особенно нравится кустарник слишком занятым цветоводам, которые хотят, чтобы несмотря на минимум затраченных усилий, их сад выглядел максимально привлекательно. Роза собачья канена – самая привычная разновидность кустарника, используемая чаще всего для создания живых заборов. Ярко-розовые крупные ароматные цветки распускаются в начале лета, а ближе к осени начинается созревание ягод. Максимальная высота – 3 метра. Для справки, это растение очень неприхотливое, оно практически не требует ухода. Французская гаулика – французский шиповник – произрастает только в южных частях России и в европейских странах. Кустик низкорослый, высота стеблей не достигает даже 1 метр. Цветки ярко-красные, возможно выращивание в качестве комнатного растения. Французский шиповник – дьявольская роза лакурн. Этот куст доказал, что и простой шиповник может называться так угрожающий. Это низкорослое растение совсем не имеет шипов на тонких длинных стеблях. Цветоносы длинные, на них находятся крупные яркие цветы. На плодах и цветоножках находятся мелкие липкие капельки, которые придают лакурн на оригинальный вид. Дикая роза Моис. Роза Моиса включает в себя несколько декоративных цветов с крупными бутылочными плодами и ярко-красными, очень эффектными цветками. Листья ярко-зеленые, на их фоне цветы смотрятся особенно эффектно. Дикая роза Алтей сорта Алтей – это многолетний травянистый кустарник, достигающий 2 метра высоту. Корневая система очень мощная, шипы отсутствуют, вместо них стебли и черешки листьев покрыты ворсинками. Цветки крупные, бело-розоватого цвета, расположены на коротких цветоносах. Сорт Алтей ржавчины розы – это растение имеет вид кустарника средней высотой около 1,5 метров, но может вырастать и до 2,5 метров. Стебли покрыты крупными шипами. Листья зеленые, до 12 сантиметров, с 7 листками. Цветки бледно-розовые, плоды красные, в шарообразной формы. Роза Хуганис-Хаганис. Это дикая желтая роза, которая зацветает первой среди всех разновидностей. Цветки бледно-желтые, расположены на коротких цветоножках по всему побегу. Имеет много шипов и обладает высоким иммунитетом. Растет очень быстро, вырастает до 250 сантиметров. Роза Хуганис помимо представленных цветоводой выращивают и другие сорта шиповника. Одной из часто встречаемых является роза белая, дикая, а также коричный шиповник. Выращивание дикой розы в открытом грунте. Выращивание дикой розы и ее посадка не доставляют садоводу много хлопот, и это довольно неприхотливое растение. В какое время осуществляется посадка высаживать молодые растенницы можно в любое время. Но если планируется весенняя посадка, то очву, на которой шиповник будет расти, следует удобрить органическими удобрениями. Лучше всего высаживать дикую розу в открытый грунт ранней весной, когда молодые побеги отросли только на 15-20 сантиметров. Выбор местоположения кустарники можно располагать в любом месте, однако на затененных участках цветения не будет слишком продолжительным. А плоды могут не образоваться совсем. Стоит помнить также и о скорости разрастания дикой розы, поэтому для нее стоит заранее готовить большой участок, поскольку пересадить ее будет сложно. Как подготовить почву и цветок для посадки почву предварительно стоит удобрить и подготовить посадочную яму. Корни саженца обрабатываются раствором марганцовки и любым другим дезинфектором. Поскольку корневая система куста мочковатая, стоит внимательно осмотреть все корешки и удалить отгнившие и испорченные, а места срезов присыпать древесным углем. Главные корешки немного укорачивают, буквально на несколько см. Важно! Почва не должна быть засолена или заболочена. Лучше, если грунтовые воды не будут располагаться слишком высоко. Процедура поставки пошагово для каждого растения подготавливается улунка 50 умножить на 50 умножить на 50 см. В каждую яму добавляют 10-15 кг компоста, 200 г суперфосфата, немного хлористого каи и аммиачной селитры. Наземная часть саженцев значительно укорачивается, остаются только небольшие отростки, максимальная высота которых 15 см. В каждую ямку выливается по 10 литров хорошей отстойной воды комнатной температуры. В лунку ставят подготовленные саженцы и присыпают их землей. При этом верхнего слоя не должно быть много, слой немного больше той глубины, на которую куст был углублен в посадочном контейнере примерно на 5 см. Далее шиповник поливают, немного уплотняют почву, эмульчируют опилками, торфом или мхом. Посадка шиповника в открытый грунт уход за растением. Дикая роза не требует дополнительного ухода. Это вариант для начинающих цветоводов и для тех, кто не имеет много времени, чтобы ухаживать за всеми посадками в саду. Правила полива и влажность шиповник – удивительное растение, которое вполне может адаптироваться и к жаркой, сухой погоде. Но все же в период особенной засухи можно полить цветок, но под каждый куст выливается по 10-15 литров воды, не больше. Внимание! За сезон не стоит поливать дикую розу более трех раз. Подкормка и качество почвы. Водкормки цветок нуждается только первые годы жизни, ему нужны как минеральные, так и органические удобрения. Главное – не переборщить с азотом, иначе могут начаться проблемы с цветением. Обрезка и пересадка Первая кардинальная обрезка производится после посадки, если побеги не были укорочены изначально. Затем требуется только формирующий обрезк один раз в три года. Особенности зимовки цветка зимы, даже суровые, большинство видов переносит спокойно. Но если на садовом участке выращивается нежный южный сорт, чтобы весной он снова выглядел и чувствовал себя безупречно понадобится. Укрытие специальным защитным материалом Цветение розы Цветение, как правило, активное и довольно длительное. Период активности начинается с апреля, когда закладываются бутоны. А цветает дикая роза в середине июля. Уход остается тем же, что и в остальное время. Дополнительных усилий не требуется. Что делать, если дикая роза не цветет? Какие возможные причины? Вариантов Немного Молодой, до трех лет возраст Слишком сильное притенение Избыток азота Размножение цветка Способы Размножается цветок Семенами, черенками, отводками Делением куста Делением корневища Время размножения Весна Все варианты проводятся по стандартной схеме Болезни Вредители Шиповник почти не подвержен нападению насекомых Вредителей или болезней Если это случилось, понадобится обработка химическими препаратами Инсектицидами Дикая роза Цветок, который украшает не только лесные склоны Дворовые территории парки, но и клумбы цветоводов Желающих подобрать Для себя что-то простое, красивое и полезное Он создает красоту на любом садовом участке, где он находится Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова